Друзья, всем привет! Вы вместе со мной на студии Магнитон. Я хочу немножко рассказать о накопившихся мастер-лентах, которые мы записали. Уже мы существуем около 10, даже чуть больше лет. Работали в разных помещениях. И везде писали музыку на 8-канальный магнитокон, на пленку. И потом очень часто сводили все это дело также на пленку. Поэтому у нас совершенно честные и настоящие аналоги у мастера. Но мы пишем рок, мы пишем группы, которые, естественно, мало известны. Мы студия не центровая, поэтому к нам идут музыканты, которые способны собрать не самые плохие музыканты. Они могут собрать в зал 100 человек, некоторые больше. У многих вышли пластинки с нашими записями. Многие выпускали это только с помощью виртуальных релизов в соцсетях. Но, в общем-то, то, что у нас осталось от их альбомов, которые сведены у нас в ленту, я вот сейчас примерно и расскажу. Не все сразу, но начну свой рассказ. И начну я рассказ со своей группы. То есть, в принципе, студию мы делали под себя. Мы играем ринг-блюз, гараж в стиле 60-х. И вот сейчас я продемонстрирую, что у нас есть от моей группы. Так, вот у нас наша самая первая пластинка. Такая вот, группа The Thunder Beats, альбом 66. Он вышел на виниле в Италии. От него сохранилась полностью вся его премастер-лента. Почему премастер? Потому что мы сводили все на ленту. Потом эту ленту оцепровали. Вот эта катушка, любого насохраненная. Ставим, что это примерно не поймете еще. Потом мы это все дело оцепровывали. Естественно, был мастерин. Мастерин был в цифре. Это не тайна. И на винил отправлялась уже цепровая копия. Тяжелые файлы отправлялись. 96 кГц. Но, грубо говоря, это была уже цепровая запись. Вот, можете послушать. Мы сейчас, естественно, делаем оцепровку. Примером того, как это все звучит, все группы. И выложим это дело на закачку кусочки. Вы можете понять, это реально. А так сейчас показывался тупый звук телефона. Можно понять, что тут примерно и как. Ну, вот это. И все это стопроцентный аналог. Записан на втором часовом заводе. Вот. На 8 каналах. И сприте нового сайта-каналом. Музыка здесь разная. Она вся вышла в пластинках. Есть какие-то ауктейки, которые с ней были в пластинке. Но вот пример я вам демонстрирую. Такое. Это наш первый альбом. Звался он 66. С ним произошла смешная история. На пластинке, которая вышла в Италии. Названия альбома нигде нет. Нигде. Не найдете. Но. Если вы посмотрите тиражный номер этой фирмы, то тираж этой пластинки номера и тиражный 0,66. Это случайно. Наш второй альбом. Второй альбом, он был президентом, назывался Примитив Саунд. Он вышел в двух вариантов, в двух винивах. Это винив один, тот, который вышел в России. А вот в таком смешном уформлении вышла вторая пластинка. Она вышла в Европе. Она вышла в Португалии. Вот. Альбомы, на самом деле, отличаются между собой песнями. У нас, соответственно, есть мастер ленты этого альбома. Он был весь сведен на пленку. Вот эта пленочка. Покажу, что это такое примерно. Здесь лежит такой список. Мною любовно подписан еще тогда. Это тоже гаражный рог. Гаражный, юзовый. И с кузами, с органами, с пением Алексея Черняева. Только английский язык. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гараж с кузом, все записи, естественно, разные. По разным случаям, потому что разные студии, поэтому это и называется Примастер, потому что потом, чтобы собрать все это в альбом, надо дополнительно привести эквализацию, компрессию, вот, но это чистый. Чистейший воды она, без прикраса. Никаких на этих пленках нет, тут вся обработка, которая у нас на студии используется. После миксинга мы можем поставить капрессор, какой-то аналоговый, естественно, можем и не ставить. Вот, как правило, обработки минимум. Дальше, дальше, подхандерпись. У нас это всего лишь две большие пластинки, которые у нас вышли пока, значит, альбом 66 большой форматный и альбом примитив саунд. Вот, также у нас выходили маленькие семерочки на 45 оборотов. Вот такая вот семерка. Называется она Samba Abyss in Feeling. На нее существует мастер. И еще одна семерочка, которая называется Primitive Sound. О, Primitive Sound, шутка. Называется Pusk Uligans. Она вышла в Испании. А не обе вышли в Испании. Ну, могу примерно продемонстрировать, что это такое. Ну, тут у меня написано прям Pusk Uligans. Лента так лежит, уже давно немножко рассыпается. Ну, сейчас я вам поставлю, чтобы вы понимали, что это. А ничего, это ровно тот же гараж, ровно тот же Pusk, ровно тот же орган. Мы группа стабильная. Мы играем одно и то же. Песни все одинаковые. Поэтому, если вам не зашло то, что было в начале, вам не зайдет и все остальное. Но у нас есть другие группы. А если вам зашло то, что вы уже слышали, значит, вы возьмете все. Смотрим. Я сам давно не слышу уже. Смотрим. 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 Песня. Horizont LP Вiozity принял участие очень хорошая клавишница, который долго стал играть, Алексей Девского Ахин. enjoyable. А вот игровые диалеки. А вот наша семерочка. От нее сохранилась мастер-лента. Подписана она EPI TB 2020. Послушаем. Средина еще на пленку Орва тип 104. Моя любимая пленка. Жалко ее не стало. Что-то совсем ванная. Вот такая вот, послушайте, наша EPI. Проверяю. 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 Вот такие милые песенки. В этой коробке, замечательной, я увидел надпись следующую тандерпиц инструменталки. Мы сможем записать вам на пленку до кучи, вместе, например, с нашими EP. Это инструментальные композиции, нигде не из них вообще, абсолютно. Они записаны для различной рекламы, кино и прочее, но пока на них покупателей не нашлось. Нашлось на другие, а вот это конкретно еще лежат у нас в шкафу. Если честно, мы просто про них забыли. Нашел я их сегодня, когда собирал вот этот первый сет наших мастеров для этого видео. Итак, что ж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так и не боится. Или вот такая инструмента еще. Ну что интересно, эти инструменталки мы записывали на очень старых инструментах и их нам предоставил Андрей Попов, коллекционер старых гитар. Тут очень любопытный станок. Там старые гитары Музима, старые наши гитары, старые такие теки. То есть такой звук, полностью запрошенный под, не знаю, 64-й год. Ну и чтобы уже на сегодня завершать с моей группой, расскажу еще одну вещь. Мы сейчас полностью закончили запись третьего большого альбома. Будет большая пластинка. Я думаю, еще не скоро она будет где-то зимой. Вот. Но мастер-летка уже полностью готова. Вот у нас есть мастер первой стороны, мастер-летка второй стороны. Вот. Мы это дело планируем, ну, соответственно, как всегда, выпустить на виниле. А пока я уже могу лично вам, эксклюзивно, тем, кто захочет, этот альбом записать. Не для выкладывания в интернете, а просто в виде копии с нашей мастер-летки. Ну, вот могу, не знаю, примерно, примерно продемонстрировать, что же там. Ну, как всегда, все, на самом деле, в нашем духе. Опять так вам скажу, ничего нового абсолютно. Гараж, орган, фуз. Алексей Борисович Блокин пока с нами больше не играет. Вот. Но партии органов там много. Партии органов, которые записал Алексей Борисович. Вот. Но там есть уже и другие клавишники. Вот. Так сказать, тем не менее, пока, пока на данный момент этих вещей нет тоже нигде. Абсолютно нигде. Они еще в стадии... На них даже нет цифрового мастера. Есть вот только-только эта лента с видео. Ну, вот сейчас, наверное, вот. Вот песня, которую мы играли уже на концерте. Субтитры сделал DimaTorzok Мы с нашей группой, с моей группой. На этом все. Сейчас пойдем к следующему.